Очкарик Конрад Позвольте представить вам Конрада Моргена, Аберштурмбаннфюрера с и судью специального эсэсовского суда, созданного по указу Гиммлера. Для тех, кто не в курсе, внутри эсэс существовал свой собственный судебный орган, который вершил правосудие не по общегерманским законам, а руководствуясь, так сказать, совестью или, если точнее, по понятиям, с. Конрад Морген исполнял роль как следователя, так и судьи в этом спецсуде. Особую известность Морген приобрел тем, что сумел привлечь к ответственности и отправить за решетку, а иногда и на расстрел, нескольких высокопоставленных эсэсовцев, которых обвиняли в коррупции и злоупотреблении властью. Некоторые из них вам, возможно, знакомы и за пределами этой истории. Например, первый комендант концлагеря Бухенвальд Карл Кох, чья жена Ильза Кох стала известна своим отвратительным хобби – сбором человеческой кожи узников с татуировками, которую она использовала для создания переплетов книг и абажуров. Карл Кох был арестован и расстрелян в 1945 году по личному приказу Гиммлера, и, именно благодаря деятельности Конрада Моргена это стало возможным. Очкарик Конрад Конрад Морген, которого за глаза называли Очкарик Конрад, со временем стал настоящим ужасом для многих высокопоставленных эсэсовцев и комендантов концлагерей, глубоко погрязших в коррупции. Его репутация была настолько зловещей, что при одном упоминании о его приезде начинались сцены, словно из гоголевского ревизора. Морген был строгим и бескомпромиссным приверженцем законности и порядка, приверженцем того самого немецкого Орднунга. У него возникла почти маниакальная одержимость с соблюдением этих принципов, до такой степени, что даже Гиммлер, фанатичный в своих убеждениях, опасался его расследований и иногда старался удерживать его. Примером этого был случай с группинфюрером СС Германом Фигеляйном, который был женат на младшей сестре Евы Браун и часто бывал в Ставке Гитлера. Фигеляйн был известен тем, что любил воровать, на Востоке, причем целыми грузовиками. В 1940 году Морген узнал, что Фигеляйн вывез из Польши несколько грузовиков-трофеев, которые не были учтены в кассе Рейха. Морген нагрянул с обыском в штаб Фигеляйна и застал его с поличным. Фигеляйн, в страхе перед арестом, поднял шум и обратился за защитой к Гиммлеру и Гейдриху, которые своим вмешательством остановили расследование. Но Морген не собирался сдаваться. В 1941 году он раскрыл, что Фигеляйн прибрал к рукам фирму по продаже мехов в Кракове, принадлежавшую богатому местному еврею. С помощью Фигеляйна фирма была быстро распродана, а вырученные деньги осели в карманах виновников. Морген снова сел на хвост Фигеляйну, но тот улетел прямо с Восточного фронта к Гиммлеру и попросил защиты. Учитывая, что Фигеляйн активно участвовал в преследованиях евреев в Белоруссии, Рихсфюрерс снова стал на его сторону и вывел его из, под ударом Моргена, правда. Его подельник получил 10 лет тюрьмы, более того, за излишнюю настойчивость, Гиммлер понизил Моргена в звании и отправил его на Восточный фронт проветриться. Историки полагают, что таким образом Гиммлер спас его жизнь, так как Фигеляйн и его друг, Абергруппенфюрер Скрюгер, планировали устранить Моргена, который слишком мешал их делишкам. Однако судьба Фигеляйна была предрешена, за день до самоубийства Гитлер прикажет его расстрелять за трусость и измену, и даже родственные связи с браунами его не спасут. Морген же, вернувшись в 1943 году с Восточного фронта, возобновил свою деятельность с удвоенной энергией. Однако стоит помнить, что несмотря на свою искреннюю приверженность идее законности, Морген все же был продуктом своего времени и воспитанником Гитлерюгенда. ССовский статус обязывал его мириться с такими ужасающими вещами, как окончательное решение еврейского вопроса. Лишь после войны он признался на суде, что узнал о программе истребления евреев совершенно случайно. Случай этот был таков, однажды военная почта заинтересовалась подозрительно тяжелой посылкой, отправленной фельдшером из концлагеря Аушвиц, своей жене. При вскрытии посылки были обнаружены три массивных куска золота, явно представлявших собой сплав из зубных коронок. Ввиду того, что свободный оборот золота в Рейхе был запрещен, а концлагерь находился под управлением С, дело передали на расследование Моргену. Как он рассказывал на суде, его поразили не сами коронки, а том, что в концлагерях изымали золото у заключенных, он знал, о их количестве. Проведя грубые расчеты, он понял, что такие объемы золота могли быть получены только от десятков тысяч людей. Это означало, что за этими золотыми коронками стояли жизни примерно 50 тысяч человек. Почему в этом лагере такая высокая смертность? Как получилось, что фельдшер Освенцима заполучил столько золота? Немедля, Морген отправился в лагерь уничтожения Освенцим. Его встретил сам комендант Рудольф Хёс, явно взволнованный неожиданным визитом. Он провел для Моргена экскурсию по лагерю, включая газовые камеры, подробно описывая процесс уничтожения евреев. Выслушав все это, Морген решил проверить личные шкафчики эсэсовцев. Там он обнаружил целые тайники с пачками денег, часами, золотыми украшениями и редкими монетами. Воровство и коррупция были широко распространены среди низшего звена с... Та поездка глубоко потрясла Моргена. Он был ошеломлен масштабами массового уничтожения людей, а также тем, как это происходило. Ему, с его идеализированным представлением о немецкой нации как самой честной, трудолюбивой и человечной, внезапно открылось, что в реальности элитное сообщество состояло из грубых, беспринципных и продажных людей, погрязших в коррупции и массовых убийствах. Это открытие нанесло глубокий удар по его убеждениям. Не имея возможности противостоять системе напрямую, Морген сосредоточил свои усилия на преследовании жестоких комендантов и надзирателей концлагерей, которые действовали вопреки установленным инструкциям. Это может показаться абсурдным, но в Третьем Рейхе существовал определенный регламент по уничтожению заключенных. Даже евреи не могли быть убиты без соблюдения процедур, например, вне газовой камеры, это считалось несанкционированным убийством. Однако многие коменданты и охранники лагерей пренебрегали этими правилами, убивая заключенных по своему усмотрению. Именно за такими нарушителями Морген и начал охоту в рамках своих возможностей. Как упоминалось ранее, Карл Кох, комендант Бухенвальда, был расстрелян в апреле 1945 года. И одной из причин его ареста и казни стали именно его действия по уничтожению заключенных, которые он проводил в обход существующих регламентов. Морген также добился ареста коменданта Заксенхаузена Ганса Лореца за аналогичные преступления. Затем в его поле зрения попал комендант концлагеря Плашуф Амон Гют, известный своей жестокостью, я рассказывал о нем в другой статье. Морген арестовал и коменданта Дахауза жестокое обращение с узниками, а также коменданта голландского концлагеря Герцегин Буша. Следующим был комендант лагеря Люблин, Майданек, и список на этом не заканчивается. Всего очкарик Конрад расследовал дела 800 высокопоставленных эсэсовцев. Еще около тысячи дел находились в стадии разработки, но они не были завершены из «за окончания войны». После войны Морген дал подробные показания о преступлениях в концлагерях, но сам был признан невиновным комиссией по деноцификации. В конце 1940-х годов он с чистой совестью устроился на работу адвокатом и прожил до 1982 года. Его можно увидеть в документальном фильме «Мир в войне», выпущенном в 1974 году. Понравилось видео? Не стесняйтесь ставить лайк и делиться своим мнением в комментариях. Не забывайте, что эти простые действия влияют на развитие канала. Спасибо за внимание и всего доброго. Продолжение следует...